Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. И у нас с вами рубрика по комментариям. Да, утренняя рубрика по комментариям. Не ходила на Уральский канал, не читала там никаких комментов. Мне, ребят, достаточно ваших. И, вы знаете, хотелось бы как раз-таки обсудить некоторые комментарии, некоторые моменты, да, которые мне показались очень странными. Ну, это касаемо первое подписчиков, которые якобы остановили Уралочку и Сафарика на оживлённой трассе, да, и те остановились, а те прям знали, что это едет именно Уралочка с Сафариком. Издалека, прям за три километра, видели их, слушайте, номера и останавливали машину. Ну, и также вы пишите мне в комментариях, зачитаю комментарии Оксаны Брюниной. Я не поняла, как подписчики увидели свою кумершу в проезжающей рядом машине. Ну, и ответы. Да, наврала. Договорились за оплату у Василька что-то дать, то есть сыграть роль подписчиков. Вообще странно. Уралка никогда не сообщала, когда и какого числа они будут уезжать. Предположить, что они переписывались в WhatsApp, тогда для чего был рассказ о том, как они их останавливали, как Уралка с Сафарёнышем перепугались. Тем более окна Сафар затонировал перед поездкой, врут, как дышат. Стояли на трассе и ждали, когда появится машина, едущая боком под Уралкиным весом. Так и опознали машину этих важных людей. Да, опять спектакль. Верить этой обжоре, что ли. И дальше созвонились. Вот и всё. Да, ребята, действительно, это всё было как розыгрыш, постанова. И всё по договорённости. Всё именно по договорённости для съёмок. Конечно же, они общались. Возможно, по телефону, возможно, по WhatsApp. И, возможно, это и есть подписчики. И просто они были, ну, как-то, возможно, с Уралкой близки, вообще не переписывались. Есть же у Уралки свои основные хомяки, с которыми она общается. Ну, а может, это просто знакомые какие-то, друзья. Потому что я вот даже представить не могу, да, что едешь в машине просто, да, и тут вдруг тебя кто-то останавливает, да, и на оживлённой трассе, да, не зная людей просто так остановиться. Ну, знаете, я представила себя, и, не знаю, мне кажется, ну, может быть, просто, что я живу в другом государстве, да, в Беларуси, и мы уж прям слишком далеко не ездим. Я даже не знаю, как среагировали бы мы. Возможно, остановились, потому что бы представили то, что людям нужна помощь. Но, опять же, ребят, сафарик у нас не из смелых. Он ещё тот трус для того, чтобы останавливаться каким-то посторонним людям. Поэтому я думаю, что всё это было специально разыграно для нас. Что якобы, ой, прям на дороге узнали, прям там руками и ногами махали, чтобы мы с сафариком остановились, а мы прям в таком шоке, в таком удивлении. И та подписчица готова выскочить из сарафана, и Уралочка готова лопнуть от дорожача и счастья. У неё такое было выражение лица. А как она улыбалась, это жуть. Это как в фильмах ужасов. Вот, ребят, посмотрите как раз-таки вот на эту сцену, где Уралочка встречается с подписчицей, на её смех, на её выражение лица. Нет, понятно, что она пыталась разыграть себя счастливой дамочкой, но выглядело это ужасно. Ну и опять же, ребят, про враньё, о том, что Уралка отдала жиротву, запакованную солдатам. И хочу зачитать комментарий своей зрительницы Татьяны Кузнецовой. Врут на голубом глазу. Опять рассказывают сказку о своей щедрости к нашим военным. Типа, мы тут не доели, возьмите. Пипец, как у вас язык не опух от вранья. И действительно, ребят, у них скорее язык опухнет от правды. Как написали в ответе, написала Львовна В. Уже к вранью он привык, язык. И вот действительно, ребят, неужели они думают, что кругом все такие дураки? И не понимают, что военным запрещено брать от посторонних жиротву. И причём можно подумать, что у военных нет еды. Но это так смешно. Но надо же себя благодетелями опять выставить. Но, ребят, когда Уралка говорила про жиротву, она совсем забыла, что она врала про военных. И об этом ей напомнил Сафарик. Это как раз-таки и видно было насквозь, что она соврала и забыла. Всё как обычно. И уже для нас привычно. Но для чего было опять мусолить эту тему гнилую, лживую? Я не понимаю. Как можно так низко падать, чтобы даже врать про еду для военных? Ну и зачитаю комментарий от Юли. Посмотрела видео в перемотке. Даже там умудрилась жиротву выставить аж несколько раз. Порции у Уралки огромные. Неужели супа недостаточно? Ещё и второе. Пироги, десерты. Сафар хоть за рулём. Но ты-то куда берёшь наравне? Жесть! Кошка, кстати, не особо рада возвращению хозяйки. Мне показалось. Вы знаете, по поводу жиротвы. Ну так а что они будут показывать? Ну что им показывать? Дорогу она не показывала, как ехала, поди, спала. Ну а что ей делать в машине? Поэтому и показывала эти харчевни. И сколько жрали, столько и показывала. И ей же до лампочки. Она же говорит, что мы сколько хотим, что хотим, то и жрём. Единственное, зачем тогда выставлять себя периодически малоешкой? Как будто пьёт водичку и закусывает огурчиком. Ну, видимо, водичку огненную пьёт, а закусывает не только огурчиком. Ну и хороший комментарий написала Натали26 по поводу жаб. Я чуть со смеха не упала, когда Уралка сказала, спала, а жабы мне пели. Ну кто будет тебе ещё петь? Только жабы. Пацан злющий, молчит, разговаривать ни с кем не хочет. Что-то пацану Уралка сделала. Вообще сам не свой. Ну, Уралка у нас спец испортить настроение. Помните, как она девчонками испортила настроение Абдугани? Потому что цепляла постоянно и говорила, ой, там девочки, девочки. Мальчишкам в таком возрасте не очень нравится такое. И она уже прекрасно знает, чем его можно зацепить. Но только она ради своей выгоды, лишь бы поржать. Да, хотела сказать пожрать. Лишь бы поржать с него. А мальчишке, конечно же, неприятно. Да много всего, от чего он может быть недоволен. Уралочка спец испортить настроение любому. Ну и дальше. Зачитаю комментарий от Наташи Р. Сегодня во влоге Уралка разговаривала сама с собой. Таджики и её парни были злые и недовольные. То ли ещё будет ой-ой. Вы знаете, по поводу Абдугани я тут же подумала, что, возможно, с телефоном вот это вот всё связано как раз-таки с Абдугани. Помните, Уралочка постоянно говорила, что телефон берёт у неё Абдугани, там что-то у неё поцарапал плёнку, помните, сафарик менял. Якобы в её телефоне, там он играет в игры и всякое такое. Возможно, это как раз-таки и причина была в том, что Абдугани играл, возможно, в телефоне. И где-то этот телефон забыл, тот телефон упал. И, возможно, он и не упал. Возможно, Абдугани его просто там забыл. А как раз-таки в телефоне очень много информации, много видеороликов, там и карты зарегистрированы. И, конечно же, там злющие были оба. Абдугани, видимо, получил по полной. Сафарик злющий на весь мир из-за того, что телефон оставили. И таки опять придётся подсчитывать, да, расход средств, которые придётся потратить, да, деньги, которые придётся потратить на то, чтобы телефон им переслали. И главное, чтобы там всё сохранилось, никто ничего не свистнул. Ну, нынче мы живём, знаете, в современном мире, поэтому и техника у нас тоже современная. И я думаю, там у него может быть, может быть, всё и запоролено. Хотя, кто знает, кто знает. И поэтому у Сафарика не было настроения просто никакого. Ну, а у Абдугани, конечно же, подавно, ежели это его вина. Но что-то, вы знаете, я подумала про телефон, и как раз-таки мне пришло на ум, что, возможно, Абдугани как раз-таки был замешан в этом всём. И он где-то играл в телефон, зависал в телефоне, и так получилось, что они его забыли. Ну, конечно же, они всё это перевернут по-другому. Но видно было, видно, что Абдугани без настроения. И как раз-таки, может, это и было связано с телефоном. Дальше я прочитала комментарий от Оксаны Азановой, которая написала, «В час дня проходила мимо их окон, всё было закрыто, как обычно. Если бы приехали, квартиру нужно проветривать. Машины на стоянке не было. Может, позже приехали. Вечером пройдусь, прогуляюсь, посмотрю». Ну, и в ответах Наташа Фёдорова написала, может быть, на дачку свалили. Ну, и дальше уже было написано, что якобы прибыли, и у них свет горит, окно открыто. И, значит, поло их стоит на стоянке. И якобы, что они проживают вместе. Ну, по поводу проживают вместе, откуда Ольге знать. Она же с ними не живёт. А то, что они приехали, разбирают вещи, и Сафарик привёз Уралочку, то это не говорит о том, что если машина на стоянке, и вдруг открыто окно, и горит там свет или ещё что-то, то, значит, они проживают в однушке втроём. Очень много было уже сказано, и было палевно сказано о том, что Абдуга не дома, то есть у себя дома. И Сафарик не раз палился, поэтому весь говорить о том постороннему человеку, даже который живёт недалеко, где-то рядом, то всё равно человеку невозможно знать, живут они вместе или нет. Даже соседи, думаю, таких тонкостей не знают. Ну, не контролируют же они круглосуточно, как те заходят, выходят и ночуют или не ночуют. Ну, согласитесь. Да и хочу сказать, ребят, что приехали они не вчера. Приехали они раньше. Ну, ребят, если бы они приехали вчера, то прям голопом по Европам тут же бы не успели выложить и смонтировать свежий ролик с возвращением. Ну и, ребят, как же не зачитать комментарии от Галины. А мы всё жрём и жрём, жуём в любое время года. А то, что вес большой, так это требует природа. И вот уже огромнейший живот, и подбородок, и одышка. Но челюсть всё равно жуёт. И лишь во сне бывает передышка. Прямо сто процентов, просто сто процентов относится к Уралочке. Единственное счастье для нашей барыни – это пожрать и получать отдых от жратвы во сне. Ну и по поводу, ребят, баньки и веника. Возможно, машины и не было на стоянке, и не было света. В окне у Уралочки и закрыты окна. Ну, во-первых, первый этаж и окна закрыты. Ну, а может быть, всё-таки поехали в баньку на дачу. Ведь купили же супер-пупер веники. И после моря сафарик решил отмыть свою любимую барыню. Ну, что, ребят, как-то так. Буду я заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok